У каждого человека свои недостатки есть. У женщин какой недостаток? Природный у женщин. Они хотят наслаждаться жизнью. Это их преимущество и недостаток. Ради этого их берут замуж, потому что они сутканы из энергии наслаждения. Если женщина не хочет наслаждаться, она некрасива. Красиво означает, хочет наслаждаться жизнью. Всё. Взял вот этого человека, который хочет наслаждаться жизнью. И, допустим, у тебя очень сильное стремление к Богу. Ну, вот, что будет противовес вот этому? Что может быть противовес? Только сильное стремление к наслаждениям. Это гармония? Гармония. Я разок удивлялся, я удивлялся, думаю, почему так мы не гармонично устроены с женой. Вот я люблю быстро ходить, а она медленно. И мы не можем даже пройтись вместе. Я люблю, когда прохладно, а она любит, когда жарко. И мы даже не можем вместе в одной комнате находиться. Что за ерунда? Думаю, какая-то несовместимость. Нашёл трактат Лао Цзи. Написано «Семейная гармония». Ну, как бы из-за речи написано очень. Там написано «Горячий — холодное». Холодный — горячее. Быстрый — медленное. Медленный — быстрое. Эта гармония оказывается, понимаете? И для того, чтобы любить друг друга, надо учиться дружить с противоположностью. Если ты сильно устремлён к Богу, значит, какая тебе жена будет дана? Противоположная. Иначе вы там как бы умрёте в этом устремлении как бы. У вас жрать даже нечего дома будет. Вы все погрузитесь в любовь к Богу, как бы, и дети будут без штанов ходить. Поэтому какая жена сильно устремлённая к Богу человеку даётся? Какая? Противоположная, которая его гасит в этом вопросе. Иначе просто сотрудничать. Надо быть гармоничной, гармонией. А если женщина сильно устремлена к Богу, тогда муж какой ей даст? Противоположная. Но самое интересное, мы сами ведь это выбираем. Мы, значит, чувствуем, что нам надо. Понимаете, не то, что тебе не повезло-то. Мы сами выбираем такую противоположность себе. Принимайте судьбу, мои дорогие друзья. Учитесь её любить. И тогда противоположности стираются. И всё налаживается. Постепенно. Противоположности стираются, то есть. В гармонии всё приходит. В хорошей гармонии именно. Не плохое, а хорошее. Не то, что жена загасит человека, и он к Богу не будет так стремиться. Это останется, а плохое всё уберётся. Потому что плохое есть во всех. Вот, допустим, если ты к жене агрессивно настроен, грубо. Это тоже плохое, но ты в себе это не видишь, потому что ты мужчина. Тебе кажется, это не грубость, а справедливость. Женщина, допустим, капризничает. Она думает, так я правильно капризничаю. Вот женщина не считает, что каприза — это вообще плохо. Если ей сказать, ты капризничаешь перед мужем, она улыбается. Она не чувствует, что это плохо. Вот если ей сказать, ты капризничаешь, она... Правда? Такого я не видел вообще никогда. Женщине сказать, ты капризничаешь, она сразу улыбается. Она счастлива, потому что она не считает, что это плохое что-то. Допустим, мужчине сказать, ты грубо себя ведёшь с женой. Он думает, ну да, согласен. Ничего плохого. Правда? А если женщина чувствует грубость, она с ума сходит, она не может с этим жить. И точно так же мужчина, невыносимо для него, когда жена капризничает. Это в самую глубину сердца идёт, и оно у неё разрывается. Мудрец, понимаете? То есть мы не понимаем, что творим. И никогда не поймём, потому что так устроен этот мир. Поэтому мудрый человек, он пытается разобраться в себе. А для этого надо перестать думать, что кто-то виноват в твоей проблеме. Понимаете, воистину мудрец, побеждающий судьбой, это человек, который осознал одну простую вещь. Что не жена действует в моей семье, а судьба. Когда ты оторвал свою судьбу от человека, судьба всегда говорит, он виноват в твоей жизни. И так тебя побеждает. Если ты согласился, что он виноват, ты никогда судьбу не победишь. Чтобы судьбу победить, её надо принять сначала. Понимаете? Она всегда побеждает, потому что она этим и действует. Она пугает человека, не дает себя принять, он боится её. И она переводит стрелки всегда. Судьба так сама действует. Она берёт и говорит, вот этот человек во всём виноват в твоей судьбе. Ну и есть доказательства же, правда. Вот он ведёт тебя, как вообще? Доказательств вот так дофига. И если он виноват, этот человек, в моей судьбе, никогда ты не победишь судьбу. Никогда. Единственный способ это понять, не он виноват, а мои прошлые поступки виноват. То есть это судьба ко мне моя пришла. И что с ней делать, разбираться давайте будем. Судьба – это энергия Бога. Ты с ней ничего не сделаешь. Ты можешь только её уважать. Означает принять. И как только ты принимаешь судьбу, это чудо. Она начинает смягчаться. И давать тебе возможность её победить. Она сама так действует. Это чудо, понимаете?